Один день из жизни Хоббита Мой день начинается около пяти утра, как правило, Элэ Джа Вуд Фродо Иногда в 4.30 это было восхитительно Хоббиты начинали рано, потому что нас гримировали утром Накладывание грима занимало около двух часов Доминикона Ганмери Клей наносится на подошву ступни, затем надеваешь силиконовую ступню Затем швы высушиваются феном и закрашиваются распылителем и кисточками Встав в пять утра, мы все время умоляем позволить нам сесть Но они не разрешают Они не могли присесть во время приклеивания ступни, потому что тогда лодыжки сгибались под неправильным углом Поэтому они должны были стоять, уверен, они предпочли бы поспать Честно, в те дни, когда нам не приклеивают ступни, мы по-настоящему счастливы Во-первых, нас позже вызывают, и во-вторых, не нужно стоять в течение полутора часов Шон Остин Сэм Думаю, моя жена не знает о моих ступнях столько, сколько Шон Фуд По иронии судьбы, фамилия Шона — Фуд, ступня Фуд, Шон Фуд Без Е? Без Е Без Е, без Е Я хочу Е Это очень странно, что твоя фамилия Фуд, и ты работаешь над ступнями Моими ступнями Без Е На нас надевались силиконовые ступни Это было интересное время Это было время для личного общения друг с другом Мы проходили через определенные стадии Была стадия чтения, мы читали и не разговаривали В другой раз нам хотелось музыки, и во всю громкость играл компакт-диск Билли Бойт Пиппин Все были на ушах Все проходили через разное настроение Каждое утро приношу этот огромный альбом, выбирая три диска, потому что мы здесь бываем так долго А затем мы идем в кресло гримера Надеваем парик и уши Уши хоббитов покрывают все ухо целиком, как... Как перчатка Как меховые наушники Как меховые наушники Но точно по форме уха Как ни странно, но эти уши Они из латекса, так что они поглощают звук И когда другие актеры играют, иногда тяжело их расслышать А затем им раздавали измененный сценарий Буквально каждый день сценарий переписывался Так что все, что мы учили заранее, становилось бессмысленным Потому что нам раздавали исправленные страницы Не из-за того, что что-то не ладилось, а чтобы приблизиться к Толкиену Как можно ближе Мы всегда старались привнести как можно больше от Толкиена У меня есть полная мини-версия сценария, где можно увидеть, с чего мы начали и куда идем Здорово иметь такое под рукой Когда Питер о чем-то говорит, можно... Просто полезная вещь Если оставалось время, мы завтракали Иногда времени не было, и нам приносили завтрак Я обычно ел овсянку Ее не было в меню, пока я не попросил А потом овсянка была всегда Так что я заботился о здоровье съемочной группы День начался Я полностью превратился в Хоббита Все, что осталось, это моя одежда Итак, у меня есть ступни, парик, уши, грязь Я готов Сейчас пойду в свой трейлер, послушаю музыку Отдохну и подготовлюсь к сцене И если ты наконец добрался до площадки, так всегда в кино Это такой штамп, но это правда Все торопятся Нужно быть перед камерой, когда все готово Но если что-то не так, свет уходит или что-то переделывают Может пройти пять часов Во время съемок Снимался фильм о съемках Так что обычно на площадке была камера Если было скучно, ждали, когда начнутся съемки сцены Мы пытались симпровизировать шутку Телефон зазвонил вчера вечером И кто-то был На другом конце Дело в том, что когда привыкаешь к обществу друг друга И чувствуешь себя очень комфортно То некоторые вещи, которые делаешь, чтобы развлечься Начинают оказываться немного нетрадиционными Эй, что происходит? Он сказал, быстрее, чем ты Да, приклеивать Чувствуешь себя идиотом Моим самым большим преступлением было заставлять их приклеивать ступни В то время как потом, из-за ракурса съемки, их было не видно Шон Остин ввел счет Ко времени окончания 274-дневных съемок Он мог сказать, сколько дней он был со ступнями Но их не снимали Шон Остин, Сэм 50 дней Набралось 50 дней, когда ступни были приклеены Но их не было видно при съемках Что касается работы, то можно сказать, что Питер во всем сопровождал нас И объяснял нам суть всего Затем его сбивают, и Билли говорит Смотри, Мэри, это Фродо Хоббиты маленькие, высотой около 4 футов Средний рост 3 фута 6 дюймов Мы явно не такого роста Так что здесь была интересная задача, как сделать нас такого размера И это был не единственный трюк Было множество вещей, которые мы проделали, чтобы достичь конечной цели Добиться разницы в росте между Хоббитами и другими персонажами Во-первых, мы использовали маленьких дублеров Мы, как Хоббиты, должны были руководить ими Это было интересно Отходишь, бежишь, ставишь ногу сюда И как бы устраиваешься здесь Ненадолго Ну, понятно Малюсенькие детали, которые для нас были простыми Приходилось с трудом прорабатывать с дублерами Это требовалось от нас каждый день Замечательно Спасибо, Киран Самым сложным была искусственная перспектива Если я снимался в сцене с Йеном Аккеллоном Он был на переднем плане, чтобы выглядеть больше Потому что был ближе к камере А я был на заднем плане Но мы играли так, будто мы на одном уровне Удивительная простота Один человек ближе, другой дальше Элайджа будет приблизительно здесь Не прямо напротив тебя Он будет немного дальше вниз Это ставило перед нами проблему линии взгляда Рука самого Саурона Нет, не смотри на меня Самого Саурона Мы не могли смотреть друг на друга Что необычно Ты очень сильно полагаешься на глаза партнера, когда играешь Важно иметь эту связь А у нас ее не было в таких сценах И потом был этот синий экран Поехали, мотор Это было невероятно сложно Я нервничал Ощущения странные Иду по синему мату Все вокруг синее Нет точек опоры Напоминающих, где мне полагается быть Нормально выглядело? Здесь можно немножко обогнуть Спускаешься по ступенькам Есть сцена между Гэндальфом и Фродо в Бэгэнде Когда Фродо встает и говорит Мы спрячем кольцо, его никто не найдет Пришлось запоминать свои движения Пройти по определенному месту В определенное время Чтобы совпало со временем Йена Никто не знает, что оно здесь, верно? Это так? Наверное, самое ужасное для меня Было работать на коленях Расположение Билли и Дума Не совсем правильное Фродо должен свободно проходить здесь Когда твои ноги на земле Свобода движения намного больше Чем когда стоишь на коленях Отсутствует равновесие Падаешь что в одну сторону, то в другую Среди всех этих технических, логических И кинематографических трюков Которыми полна голова В определенный момент Нужно отрешиться от всего И вспомнить о сюжете Вспомнить, каков твой персонаж И полностью слиться со своим воображением Играя перед камерой Кажется, переспособился Мы заканчивали около восьми Именинники идут в Альков Если кто хочет пойти Это в каком городе? В Гамильтоне Платит Элайджа Вот и мои суточные Что за парень? Надеюсь увидеть вас там Это было бы замечательно Мы снимали костюмы Потом нам снимали уши и парики Это занимало 40 минут А затем ступни Это занимало около часа В мыльной воде Гримеры снимали нам ступни Кисточками, палочками, зубочистками И тому подобным Как только ступни снимали Если это было в пятницу Мы могли попить пиво, что здорово Ты пьешь пиво, кто-то массирует тебе ноги Разве может что-нибудь быть лучше этого? Не думаю Вот типичный день в жизни Хоббита В областелине колец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok